Дай почитать В году Леонид Ефимов подготовил русский перевод с оригинального текста для издательской группы «Азбука Атикус». И вот я стала обладательницей этой легендарной книги «Физиология вкуса» или «Трансцендентная кулинария. Теоретическая, историческая и тематическая работа, посвященная кулинарии Парижа профессорам, членам нескольких литературных и ученых сообществ». Тогда, в 1825 году книголюбы ценили неторопливые, обстоятельные и витиеватые названия. К чему и куда спешить им тогда было? Отметиться в чате, проглотить тонны ненужной информации или что-то высмотреть в телеграм-канале? Нет, люди умели наслаждаться едой, напитками, беседой, умели оценить хорошие манеры. Ведь животное кормится, человек ест, но только умный человек умеет есть. И еще афоризм от профессора. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, что ты такое. Те, кто объедается и упивается, не умеют ни есть, ни пить. Десерт без сыра – все равно, что одноглазая красотка. Жаль, что эта книга была последней в творчестве автора. Он скончался от воспаления легких через два месяца после опубликования «Физиологии вкуса». Одной из самых знаменитых книг мировой литературы, посвященных еде. Но сама личность автора Жана Антельма Брия Саварен похожа на определение «Человек-оркестр». Он был видной фигурой во времена Великой французской революции и в эпоху Наполеона Бонапарта. Французский философ, кулинар, экономист, практикующий юрист, музыкант-скрипач, политический деятель, судья, депутат от Дижона в Генеральных Штатах, гурман. В его честь названы улицы во многих городах Франции и Бельгии, и в Париже, и в Орлеане, и в Брюсселе. А еще его именем назван один из сортов вкуснейшего мягкого сыра с белой корочкой и пирог «Флан». Он увековечил максимум. Судьба народов зависит от того, как они питаются. По сути, объявил хорошую кухню одной из основных духовных скреп общества. Дорогие слушатели, читаем размышления об органах чувств, вкусе, аппетите, о диете, о тучности, о худобе и о многих блюдах французской кухни. 16+. Дай почитать.